Всем привет, с вами современные брои. Наконец-то это не 30-минутный ролик, где нужно обсуждать достаточно важные события в сериале, так и векторе развития сериала. Хотя еще стоит сказать пару слов про сегодняшний сезон. Но перед этим приглашаю нас в Discord сервер. Там вы можете заходить на стриме и даже пообщаться со мной, а в декабре мы будем смотреть Breaking Bad. Ибо, ну, пора уже знакомиться с классикой. Итак, возвращаясь к теме, да, мы наконец-то уже в пятом сезоне. Многие знают, что это последний такой адекватный сезон, после него идет уже очень странный шестой. Так вот, сейчас за дело взялся Ларсон. Его серии мы не видели с последней серии третьего сезона. Сейчас он является режиссером, тем, кто была Меган Маккарти в прошлом сезоне. Он уже успел написать прошлых двухсерий, кстати, обзор на который лежит на канале Проекта Рассвет. Так вот, сегодня он, конечно, не сценарист, но все сценарии прошли через него. Если, конечно, он сам не спланировал все поверхностные сюжеты. Так что, кто мечтал во втором сезоне о том, чтобы Ларсон стал режиссером первая половина пятого сезона, это ваша пора, ребята. Так что, наслаждайтесь. А пока что объявим сегодняшних сценаристов. Это Джона Льюис и Кристиан Сангокко. Это два сценариста, что всегда будут писать серии вместе. Так что, давайте уже оценим их дуэт, ибо они ничего, очевидно, не писали до этого. Субтитры сделал DimaTorzok Выглядит как что-то интересное, но явно не финальное. Хочется уже видеть, что к чему, а пока что давайте уже читать синопсис. Подруги пытаются сделать так, чтобы принцесса Сумеречная Искорка чувствовала себя в замке как дома, узнав, что она избегает его. А вот и начались небольшие синопсисы, зато они спойлерные. В общем, я уверен, это инициатива Ларсена. Первым же Слайс оф Лайфом разобраться с новым домом. Ибо кто, как не он, чувствует чужой дом Твайлетт? И как сделать так, чтобы он стал родным? Он хоть и был тем, кто добавлял основные лорные моменты в мир. Но за него это уже сделала Меган Маккарти в прошлом сезоне. Поэтому тут ему приходится разбираться с Слайс оф Лайфом. И как я уже говорил, правильно, как для персонажа, так и для зрителя заняться этим вопросом. Ибо с этим домом мы как минимум сезон будем уживаться. Поэтому давайте уже посмотрим правильных людей. Взял на эту задачу Ларсен. Я вас немножко обманул, ребят. Оказывается, Меган Маккарти еще будет курировать вот эту серию и следующую. А с пятой уже начнется Ларсен. Ну, в принципе, Меган от Ларсен не так много чем отличается. Ну что ж, наверное, стоит сказать про изменения графики. Буквально с первых же секунд серии видно, как красиво теперь выглядит вечерний домик Латершай. Как выглядят внутренние декорации. И даже помывка зверей выглядит как что-то новое. Несмотря на первый дух серии, не глядя на эти первые три серии, так и хочется сказать, вот он, новый сезон. Также хочется сказать, что я смотрю на эту серию с призмы первого просмотра. Это буквально третья серия, что я посмотрел, как я только начал интересоваться понями. Эта серия меня достаточно просто ввела в курс дела. Кто чем занимается и кто как себя ассоциирует. Не знаю, как эта информация для человека, что смотрел до этого четвертого сезона, нужна. Но для тогдашнего меня это было счастье. Но это что по мелочам. А похвалить стоит именно что за тему. Тему старого и нового дома. Не знаю, насколько это было острой темой, но я уже слыхал, что немало брони разозлились на новый дом. Возможно, эта серия также хотела преуспокоить их. Но фанат это не так важно. Главное, что и Твайлет как-то неприятно там было жить. Из-за чего она часто избегала это место. Хорошо, тут поставлена проблема. А как же сделать это место уютным? И наши герои все же придумали достаточно простой способ вернуть старые воспоминания. Чтобы было легче создавать новые. После чего выкрыли старый дуб и повесили его как люстру. Так что в каком-то смысле Твайлет не перестала жить рядом с дубом. Действительно, воспоминания вещи, которые самые приятные и хорошие. Человек всегда запоминает что-то хорошее, а плохое отсеивает. Так и с дубом. Он будет напоминать ей только о хорошем. Все это, кстати, сопровождается хоть и достаточно эпичной для обычной серии песенкой. Но все же очень даже подходящей. Видно, что хотели добавить серьезности этой песенке. Правда, когда пони делали что попало, не было моментов, где музыка в песенке как-то это подмечала. Она как играла, так и играла. Это, как по мне, большое упущение. Ну и Спайк. Тот он мне просто показался забавным. Как ему время пришлось крутить за счет массажа и кровати. Ладно, достаточно много я тут уже перечислил. Давайте переходить к следующей рубрике. Хм, даже не знаю, чего тут плохого сказать про серию. Возможно, именно то, что наши герои выбрали самый простой, хоть и правильный путь. Наполнить старыми воспоминаниями новый дом. Для того, чтобы делать новый. Но, как мне кажется, можно было сделать что-нибудь особенное. Правда, сам пока без понятия, что именно. Ибо Твайлет, по сути, всегда жила в одной большой комнате с книгами. Тут же у нее отдельная кухня, столовая, спальня. Проблема не сколько в самом доме, а в том, что он огромный. Это и проблема для зрителя. Смотря на эти коридоры, двери и замки, ты даже не догадываешься, что и где тут находится. Хотя в прошлом доме мы уже побывали и в подвале, и в самой библиотеке. И в спальне Твайлет. У нас в голове представляется структура этого дома. Этот же, за 5 сезонов мы не будем знать, где что находится. Да, там будет огромный холл, зал с картой, кухня. Даже в какой-то момент будет целая отдельная комната Старлайт. Но мы никогда не будем знать, что находится еще в десятках комнатах. А особенно, как это в замке все расположено. Замок слишком гигантский для одной пони и спайка. Поэтому, если Твайлет решила свою проблему, то фанаты так и не смогут ужиться с этим новым домом. Опять же, нам не будет родной дом, где мы не можем мысленно пройтись и везде все с разных сторон посмотреть. Замок слишком огромен и необъятен. Собственно, как Твайлет и говорила в этой серии. Ну и, как мне кажется, друзья Твайлет не слишком сильно пытались что-то сделать. Они тупо натаскали своих вещей, а потом их просто убрали. Даже не пытались там книги везде раскидать или что-нибудь еще придумать. Что ж, ладно. Это скорее претензия к новому дому. Это уже такой второй, на самом деле, фейл сценаристов. Первый фейл был олигранизации Твайлет. Я, конечно, так не считаю, но после таких потрясений фэндом и делил сериал. Поэтому давайте уже перейдем к придиркам. Нам, кстати, так и не скажут, чего они все грязные. Ты, наверное, хочешь скорее попасть домой и принять ванну? Интересно, там уже провели трубопровод? И как там кристаллы сверлили? Как Энджел после такого олигания вообще ходить смог? Кстати, зачем Спайк держит дневник дружбы? Ведь после четвертого сезона Мэйн Сикс как бы подзабила на него. Откуда у Флоттершай фиолетовая вода? Плюс мне надо отдохнуть перед большим блинным завтраком. Завтра. Отдохнуть перед завтраком? Это типа несколько часов не есть. Опа, а тут у Твайлет крылья Пегаса. Как он вообще закрыл дверь? Или она от ветра просто захлопнулась? После этого момента мне очень сильно захотелось панкейков, которых в Барнауле попросту не существует. Блестящие новые полы, холодные на ощупь. Как они вообще ощущают пол, у них же копыта? Зачем тут вообще лавочки? Или пока идешь из одной комнаты в другую, устаешь и приходится ненадолго приседать? Вообще, как удобно, что магия наколдовала ковры и флаги? Мы будем пить какао? Интересно, кто сделал эту авторскую плюшку Рерити? На ум приходит только Рерити? О боже, квадратики на полу. Ладно еще все остальные, но за зверями-то приходится ухаживать. Она готова ей даже своего медведя отдать. Кристальный замок угрожает кристаллами. Дожили. Подожди, это двигающаяся фигурка Спитфайр? Кошмар, замок выглядит ужасно. Ну, это ты так думаешь, Спайк? Может, Вайлайт понравится? Эй, вы, все остановитесь! Почему звери послушались Рерити? Классная прическа, правда через сцену у нее ее уже не будет. Супер массаж глубоких тканей горячими камнями? Интересно, как она работает на неубиваемую кожу дракона? Видимо, вся зарплата Балка уходит на починку стены. Тогда давайте избавимся от занавесок. Комната была бы светлее, если бы они не делали ее темной. Нам показывали, что занавески слишком светятся, а теперь они слишком темнят? Опа, только сейчас заметил, кто-то уже подстроился рядом с принцессой. Это вроде как была основная библиотека Панивилля, где теперь хранят книги, или все книги сгорели. Кстати, дверь Твайлайт взорвалась еще до взрыва Тирока. Кровать! Да неужели Спайку купят кровать? А помните, когда все разлетелось на кусочки? Они тогда сидели в клетке, не думаю, что они что-то видели. Боюсь, такими темпами они выкопают это древо через неделю. То есть четырех пони хватает, чтобы заточить огромное располненчатое дерево на потолок? Да, из меня ты будешь видеть только на потолке. А тут мы едим пончики после гала-концерта. Да, но это было в контрлоте. И вообще, как они зачаровали эти кристаллы на воспоминания. Как в тарелку поместилась целая пушка. Субтитры делал DimaTorzok Также хочется сказать, что в этой серии мы очень много времени проводим замки. И можно сказать, что это одно из первых таких воспоминаний в новом доме Твайлет. Ибо нас, зрители, также знакомят с новыми локациями этого замка. Что не раз будет всплывать об этом и в будущих сезонах. Также достаточно странно, что Твайлет рассчитывала, что даже пять ее лучших подруг смогут меньше, чем за день украсить ее дом. Это же буквально ремонт нужно делать. А в одной комнате он может идти чуть ли не две недели. Ну и это третья серия в сезоне, которая вроде как должна задавать сюжет сезону. В первом сезоне это были билеты. Во втором письма стали писать не только Твайлет, но и ее друзья. С третьим сезоном, правда, эта формула выпадает, возможно, из-за того, что тот сезон был короткий. А вот в четвертом это очевидно дневник, который также влиял на будущий сюжет сезона. Сегодня же это замок. Да, это будет основной локацией сезона, но никак на сюжет это влиять не будет. И это такой первый звоночек того, что сюжетности, как в прошлом сезоне, тут не будет. Либо же замок это что-то большее, чем новый дом. Но мы-то знаем будущее, поэтому перейдем к итогам. Достаточно поучительная серия. Действительно, дом делается родным, когда в нем создаются приятные воспоминания. И чем давнее они были, тем роднее дом. Тут пони поняли это и решили подбодрить старыми воспоминаниями делать Твайлет новый. И если для Твайлет это действительно является вдохновением, то для фанатов, что смотрели эту серию, вряд ли. Мы не так часто будем видеть эти корни или кристаллы. Да и тем более корней этого древа мы и не видели. Для зрителей это вообще все еще чужой дом, что как по мне упущение. В любом случае на этом у меня все. Сорян, что так поздно выпустил обзор, но внезапные стримы застали меня врасплох. А пока что всем пока и до пятницы.